Приветствую вас. То, что я увидел в вашем тексте, навело меня на определенные мысли. Во-первых, мысли о том, что вы не несете ответственности за себя в полной мере. А во-вторых, что у вас какие-то свои ожидания от того, каким должен быть мужчина, как он должен себя вести, что он должен делать, какие у него должны быть цели, какие у него должны быть стремления, какие у него должны быть желания. Вот. Все вот это у вас, все вот это у вас находится, ну, в каком-то, знаете, своем состоянии. Да? Что-то, что-то. Я хочу чего-то. Как бы говорите, как бы говорите вы. Да? Я хочу чего-то. как бы говорите вы. И вот ты, как бы говорите ему вы, да? Должен мне это дать. Вот. Я хочу, как бы говорите вы. И ты должен этому соответствовать. тому, что я хочу. А если ты не соответствуешь этому, то соответственно у меня к тебе есть претензии. Вы знаете, ваши отношения действительно идут в никуда, если вы не будете принимать своего молодого человека, да? с таким, какой он есть. Если вы не будете принимать своего мужчину с таким, с какой он, как им он являлся. Понимаете? Вот. Потому что, то, что происходит сейчас, на данный момент, мне видится, как попытку, как попытка, мне видится, как попытка подстроить человека под себя. И про свадьбу, вот, то, что касается свадьбы, и про желаемое поведение, ваше желаемое поведение, его, всё вот это. Вот. И мне кажется, что вы, своего молодого человека, ну, по сути, просто пытаетесь подстроить под себя. Вот. Я могу, конечно, ошибаться в этом, я не претендую сейчас на истину, я не претендую на то, что я прав, но так мне видится. Вот. Сейчас я зачитаю, зачитаю ваш текст, и вы, надеюсь, поймёте, что я имею в виду. Ну, пока, если вы свои представления не измените, да, то есть, вот, вы говорите, кто что должен, кто что должен, вот, вы говорите. Понимаете, в этом ничего плохого нет, в том, что вы считаете, что кто-то что-то должен. Абсолютно. Но, не столько важно, не столько важно, чтобы кто-то кому-то действительно был должен, сколько то, чтобы вашу позицию разделяли. То есть, вы можете считать, вы можете считать, что кто-то кому-то что-то должен. Это ваше право. Вы можете считать, если хотите. Дело здесь, именно, вот, в том, что я сказал. Итак, начало нашего общения с ним, но тут вы не дописали. Вскоре, но вскоре для себя я обнаружил, что он, когда злится, не контролируется, он говорит мне, именно мне, не друзьям, или ещё кому-то. Ну, то есть, понятно, у мужчины занищенный эмоциональный интеллект. То есть, он не контролирует то, что он говорит, да. Он подсознательно пытается за ваш счёт, значит, увидеть то, что он хочет. То есть, пытается за ваш счёт понять, что ему нужно. Вот он пытается за ваш счёт почувствовать то, что не в силах чувствовать сам. Вот так это, по крайней мере, выглядит для меня. То, что вы говорите. Ну, опять же, возникает вопрос, если вы вот только сейчас узнаёте о нём такие вот, скажем так, подробности, да, если вы о нём узнаёте только сейчас, такие вот факты, то насколько вы, насколько вы друг друга хорошо знали разу, понимаете, если вы только сейчас узнаёте, каков он. Вот. Вопрос у меня к вам. Тогда. Вот. То есть, может ли быть такая история, что вы торопитесь, например, слишком, ну, в отношениях. А может ли быть такая история, что вы слишком спешите, вот. Я, опять же, не утверждаю наверняка, я просто говорю о том, что, ну, может быть, может быть, такая история имеет место быть. Так? Понимаете, понимаете, я надеюсь, о чём идёт речь. Дальше, дальше. Значит так, на фоне своего стресса недавно он обматюкал меня и даже не понял почему. Ну, вот, интересно, что вы говорите обматюкал, да, не обматерил, а обматюкал. То есть, здесь у вас, как будто бы, есть какая-то не то обида, не то что. То есть, мне кажется, что на это также стоит обратить самое пристальное внимание. То есть, если, да, он вас обматерил, это плохо, но вас это задело, вас это задело, и это тоже в некоторой степени такой, знаете, показательный момент. Момент. То есть, что именно вас задело, грубо говоря. Что именно вас задело, что именно вас обидело. По какой причине вы обращаете внимание, внимание, да, на слова, которые говорит вам мужчина, например. Вот. Может быть, вы сомневаетесь, так или иначе, в самой себе, в чём-то. Может быть, вас задевают как-то его слова. Тоже вполне может такое быть, если это так, то с этим также необходимо разбираться. Так, он даже не помнил, что обматюкал. Ну, это либо защитная реакция, либо проблемы в деятельности мозга. И, значит, в том или ином случае, это довольно серьезный фактор, который ставит под сомнение его, молодого человека, возможность находиться, ну, например, с вами в здоровых отношениях. Вот. То есть, тут одно дело, если он, там, помнит, да, что делает, другое дело, когда он, вот, как вы говорите, что он не помнит. Вот. Это довольно серьезно. И, соответственно, если у него есть такого рода проблемы, то, наверное, ну, ему нужно, как минимум, обратиться к врачу. Как минимум. Ну, вот. Понятно, да? Здесь. Дальше. Эту ситуацию мы обговорили, пообещал, что постарается не опускаться. Так, ну, ко мне пока слово держат. Ну, здесь вы допускаете классическую ошибку, классическую ошибку такой, знаете, жены, да, жены. То есть, вместо того, чтобы задать вопрос своему молодому человеку на тему того, а почему ты так поступил, что у тебя на душе, что с тобой происходит? По какой причине ты так себя повел? Что с тобой было? Что с тобой произошло? Что ты чувствовал, да? Какое у тебя, ну, я не знаю, напряжение, может быть, было, вот, когда ты, ну, только собирался это сделать, вот. Вместо этого вы, по сути, просто запрещаете мужчине проявлять какую-то свою активность, тем самым, ну, давая ему возможность чувствовать себя, скажем так, более не свободно, что ли, с вами. Вот. То есть, это какие-то обещания, какие-то условия, обещания, условия не делают отношения более честными, более доверительными и более искренними. Напротив, если мужчина не может как-то себя проявить, да, не может быть с вами, с вами откровенным и честным, то, наверное, у него есть какие-то проблемы. Наверное, у него будут какие-то проблемы, и рано или поздно он найдет или может найти того человека, с которым он будет себя чувствовать гораздо более свободно. То есть, человека, который будет обращать внимание не на то, что, какие слова говорит мужчина, а на то, что за этим скроется, что за этим скрывается, какие чувства за этим находятся. Вот. Это, вот, куда более важный, на мой взгляд, момент. Дальше. Дальше. Меня настораживает то, что он заводится в полуоборот. Ну, самое главное, что это его не настораживает. Если это не настораживает его, то он остается только принять такую его позицию и все. Если его не настораживает. Если вы видите вред для себя в том, как он себя ведет. Если вы видите вред для себя в том, что он вас так себя ведет, то об этом вреде вам нужно поставить молодого человека в известность. И посмотреть на то, что он реально будет делать для того, чтобы больше вам так не вредить. То есть, либо он будет как-то работать над этим, либо он будет с вами более искренен. Вот. А других вариантов, по сути, нет и быть не может. К сожалению. Ну, или к сожалению, или к счастью, да, вариантов других быть в принципе не может. Либо он дает вам понять, что ему нужно, да, и старается как-то вот показать свои чувства вам. Либо он этого не делает и тогда работает с психологом. Но, опять же, в этом случае у меня к вам вопрос только один, да. Если мужчина с вами не искренен, да, то можно ли считать его своим родным человеком? Особенно, если вы задумываетесь за мужа. То есть, нужно понять, почему он заводится в полоборот. Далее, вы пишите, у меня тоже характерный подарок. Я сама по себе могу быстро завестись и наговорить о лишнем. Но я над собой работаю. Как вы над собой работаете? Как этот процесс происходит? Ну и, собственно, вот это вот нужно поисследовать. Что значит, могу быстро завестись и наговорить о лишнем. То есть, что за напряжение внутри вас, что за перекладывание ответственности, такое вот себя на другого человека, да. Вот. На мой взгляд, это нужно обязательно исследовать. Потому что, иначе, отношения, они, ну, все отношения, которые у вас будут, да, они будут пыткой. Они будут пыткой для вас. Вот, соответственно, если вы этого не хотите, то нужно будет работать. Нужно будет работать в этом направлении. Дальше идём. Так, пока раздражается на меня только он, так как я по возможности стараюсь его не заводить. Вот что значит по возможности, да? То есть, если есть возможность, вы его не заводите, а если нет возможности, то вы его заводите. Получается такая история. Ну согласитесь, согласитесь, это довольно-таки ограниченная ответственность, как мне кажется, как мне представляется. Ну вот, ответственность это довольно ограниченная. Вот. В том плане, что, ну вот, вы или его не заводите, или вы его заводите и несете за это ответственность. Опять же, понимаете, да? Вот. То есть, тут не дано, вот, не дано, третьего, знаете, третьего не дано. То есть, либо так, либо так. Вот. А то получается здесь, знаете, какие-то двойные стандарты. Опять. Да, он справедливый человек, всегда все в лицо говорит, но вот не всегда же нужно эту правду вываливать. Простота, ведь хуже братства. Ну это, знаете, какие-то, это ваше мнение, это ваша позиция, а у него позиция другая, и либо вы принимаете его позицию, либо нет. Вы пишите, нужно фильтровать, что ты говоришь, опять же, кому нужно, особенно, если это твоя девочка, кому нужно, ему или вам. То есть, вы ему сейчас указываете. Вот это вот я и говорю, что вы пытаетесь подстроить его под себя, вы пытаетесь подстроить его под свои какие-то, значит, представление о том, как должны складываться отношения. Вот. Это не является чем-то правильным для выстраивания отношений адекватных взрослых. Потому что, если мужчина вот он такой, да, он привык все высказывать, то как бы вам от этого плохо не было, но если вы с ним, то вы принимаете его позицию. А если вы его позицию не принимаете, да, то возникает вопрос тогда, так а может быть вы его любите, если вы уже сейчас не готовы принять его таким, как он есть. Понимаете? Понимаете? Дальше. Ну, тут вот вы выступаете в роли родителя, да, то есть, нужно фильтровать, что-то говоришь. То есть, это родительская позиция. Родительская позиция, ваша родительская позиция, это родительский сценарий. То есть, нужно отслеживать, когда вы вот в это родительское состояние, эго-состояние входите и, собственно, контролировать себя и не входить в это состояние. Потому что вам оно только вредит. Оно вредит вам и оно вредит вашему молодому человеку, собственно говоря. Вот. Поэтому, на мой взгляд, здесь, опять же, всё во многом зависит от того, с чего вы хотите, да. То есть, если вы хотите, чтобы у вас всё было хорошо с мужчиной, то от родительской позиции нужно отходить. Дальше идём. Да, опять же, ну, этот сценарий понятный, что вы живёте так не первый день, ну, вот, вы живёте так 26 лет, 27 почти лет, вот. И, ну, это можно исправить, это можно исправить. И по-другому уже реагировать на то, что происходит, вот. В частности, например, с помощью я-сообщений. Можете об этом читать в интернете. В то же время я стараюсь отвечать ему, не молчать, но не всегда. Зачем отвечать? Какой целью отвечать? Что отвечать? Самое главное, вы им стараетесь. А, если вы отвечаете ему что-то, как бы, ну, в противовес, да. Что-то пытаетесь с ним, там, я не знаю, спорить, спорить, например. То это его ещё больше распаляет. Если вы отвечаете ему и даёте возможность, значит, сливать на вас свой негатив, да, как он это, можно сказать, ну, сделал уже, да. Вот. Если вы позволяете ему сливать на себя негатив, вот, то он так и будет это делать. Он так и будет срываться на вас. Ну, а вы сами подумайте, зачем человеку что-либо менять, если у него и так, если у него есть возможность, есть способ, значит, добиваться того, что он хочет. По сути дела. Вот. Зачем что-либо менять тогда? Понимаете? Вот. Так что, я думаю, что, вот, здесь, здесь, тоже нужно обратить внимание вот на этот факт. Ну, на мой взгляд. По крайней мере. На мой взгляд. Дальше идём. Так. Ещё один момент, который очень смущает, то, что он сказал мне, что секса ему хватает один-два раза в неделю. Я понимаю, что работа ты такой, но когда тебя ставят в слаборадку, хочешь меня расстраивать, так я хотел бы чаще. А, вот, как вы относитесь к своим желаниям? А, вот, вы говорите, что я хотел бы, там, чаще. Вот. Вот. Хорошо. Вы, вы хотите чаще. Это окей. Но если вы хотите чаще, допустим, то от мужчин это чего требовать? Того, что нужно вам. От мужчин это зачем требовать? Того, чего вы хотите, например. Если вам нужна чаще, вы просто выбираете другого мужчину, которому так же, как и вам, нужна чаще. И всё. В чём проблема? А так получается, что вы непонятно для чего терпите, вот, этого товарища, который вас не устраивает в сексуальном плане. Так, непонятно зачем, непонятно для чего вы его терпите. И ему же за это, получается, определяете претензии. Хотя мужчина, в общем, честно вам сказал, что вот, ну, так и так вот, не один-два раза в неделю и всё. Может у него темперамент такой. Или вы хотите, чтобы он насильно занимался с вами сексом, да, то есть даже если, там, грубо говоря, не хочет. Всё равно позанимается. Ну, согласитесь. Что-то странно. Странное. То есть, ваша позиция, да, она, вам вызывает вопросы. Вам вызывает вопросы. Вопросы связаны именно с тем, как вы, вот, воспринимаете своего любимого человека, ну, или мужчину, который, с которым вы, планируете что-то общего, понимаете. Да, он ставит вам рамки. Вам рамки. Да. Да. Так и есть. Рамки он вам ставит. Это, эм, значит, действительно так. Ну так, извините, извините, а, это рамки, то, это рамки того, что касается только его. И это нормально. Если вас это не устраивает, то вы либо принимаете, либо говорите, а, ну хорошо, ладно, тогда я поняла, там, например, что, допустим, ты мне не подходишь, например. Что, в принципе, э, нормально, нормально. Это всё вот невротическая такая, такая позиция. Мы вместе относительно недавно, буквально, буквально пять месяцев, я думаю, что в такой фазе отношений, наоборот, парень просто девочка часто. С чего вы гребёте под одну гребёнку всех парней, включая вашего, непонятно. Мне двадцать шесть лет, я Водолей, он рыба двадцать девять, если что. К психологам это не относится. А насчёт семьи и детей, он свадьбу не хочет, семью и детей тоже. К чему это здесь? Зачем вы подняли тему семьи и детей, если вы пять месяцев всего лишь вместе и сами говорите, что это не много. Как быть мне? Дайте, пожалуйста, совет, я совсем в растерянности. Как быть, чтобы что? Если вы хотите быть счастливы. Сами. Если вы чувствуете, что больше думаете о себе в этот момент, а не о нём. Да? Вот. То уходить от него нужно. Вот. Понимаете? Уходить нужно от него тогда, даже он вам не подходит. А если вы хотите, если вы чувствуете, что вам хочется делать его счастливым. Именно его. То делайте его счастливым, но тогда и условий не ставьте, а принимайте все его условия. Допустим, секс ему нужно один-два раза в неделю, а удовлетворить он монет вас и другим способом, например. В конце концов, вы сами можете себя удовлетворить, опять же, если вы любите его. Он вроде бы хороший человек, хорошо ко мне относится, но вот то, что он не хочет семью, не хочет детей и семью. А вам, дети и семья, зачем? Откуда у вас понятие, что мужчина после пяти месяцев уже должен хотеть детей и семью? Кто не хочет детей и семьи, правильно, не хочет, а вот ему нужно узнать вас побольше, может вы не сойдётесь ещё. Вот. Это всё постепенно, это всё само собой образуется. А если вам нужны дети и семья, так это стоит подумать о вашей, именно вашей, потребностной сфере. Для чего вам семья и дети, какую функцию, какую роль они должны выполнять, по вашему мнению, да, то есть, ну, какое значение вы складываете в них, в семью и детей. И как вы этого сами можете добиться? То есть, ну, не обязан мужчина хотеть детей и семью. Мне двадцать семь больших, хотелось бы определённости ему попрыться. Так если вам хочется определённости, Анастасия, вы почему на мужчину-то ответственность за это накладываете? Ну, вам хочется определённости, ну, так вы сами и идите к этой определённости. Вы сами идите к этой определённости, а у вас не получается, потому что вы хотите семью и детей. А семья и дети не может быть целью, целью сами по себе. Потому что это напрямую зависит от другого человека, от видения другого человека. А вы, судя по всему, не готовы принимать другого человека с его позиции. Вот. Я уже молчу о том, что не очень понятна природа ваших чувств к мужчине. Ну, кроме того, что вот он вроде бы хороший человек. Вы отношения строите на основе чего? Расчёта или чувства? Так, я думаю, в таком возрасте парень уже должен хотеть семью. Опять, откуда вы, с чего вы это решили? Откуда у вас эта установка? Стереотипы какие-то. Может быть, кто-то и хочет строить след в семью, а кто-то, может быть, не хочет строить след в семью. Вот ваш парень не хочет семью, это нормально. Если вы считаете, что парень должен хотеть семью, найдите того, кто хочет семью строить. Если вы любите своего парня, вам нужно отойти отстрять и принять его позицию. Определите, вообще, для чего вы в отношениях. Если у вас отношения по расчёту, то парню должно быть выгодно создавать с вами семью и иметь детей. А для этого вам нужно понять, чего он хочет и показать ему, что вы можете это ему дать. А если вы отношения строите на основе эмоций и чувств, то я уже говорил, что это безусловное принятие партнёра. Вот. Так, я не говорю, что он должен жениться на мне спустя месяцев, а хотя бы обсуждать планы на будущее. Я считаю, что в этом ничего такого нет. Но так опять же, опять же, для этого нужно, нужно желание. Если вы хотите обсуждать планы, обсуждайте, это ваше право. Но мужчина, если хочет, будет обсуждать, а если не хочет, не будет обсуждать. И он правят казаться от этого. И вы, если любите, примите его позицию. Понимаете? Вот и всё. Покажи мне говорят, типа, с тобой хорошо и всё, и всё. А вам этого мало. Вам этого мало. Вот, эээ, попробуйте проследить, да, эээ, вот это чувство, что вам мало того, что ему с вами просто, просто хорошо. Вот, с чего не хватает, подумайте об этом. С чего не хватает? Что нужно? Подумайте. Исходя из этого, исходя из этого, уже можно будет о чём-то говорить. Исходя из этого, уже можно будет, эээ, давать рекомендации вам. То есть, эээ, здесь не советы нужны, а здесь нужно вам определиться. Вам здесь нужна помощь с определением того, чего вы хотите. И уже исходя из этого, уже исходя из этого, нужно будет выстраивать линию поведения. То есть, если вы хотите чего-то одного, это одно, если вы хотите чего-то другого, другое, и так далее, и так далее, и так далее. Вот так это работает. Только так и никак иначе. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи.